Беларусь занимает одно из ведущих мест по производству картофеля. Уж как бы не шутили о любви беларусов к картошке, нашим вторым и хлебом этот крахмалистый овощ называют совсем не зря. В среднем на одного жителя приходится более 180 килограмм картофеля в год, что составляет около 500 грамм ежедневно. И такая статистика делает нас первыми в мире. Посадить, ухаживать, вырастить, убрать и правильно хранить урожай всем этим процессом мы научились уже давно. Можно даже сказать, они у нас в крови, но может быть только самые юные поколения пока не владеют этой информацией в совершенстве. Все еще большинство беларусов при возможности выращивают картофель для себя, а кто-то на продажу. Так или иначе, так уж повелось, что в сортах, их особенностях и отличиях среднестатистический беларус разбирается. Но для тех, кто не выращивает сам, уже сейчас на Брестском рынке представлен огромный выбор совершенно разных сортов корнеплода. А продавцы и профессионалы с удовольствием рассказывают, в чем же отличие и преимущество того или иного сорта. Мы садим только галу, коломбу и корлеван. Это для нас самые лучшие сорта. Из года в год мы садим новые, но вывели для себя три самых лучших. Галла подходит больше для варки, а корлевана для жарки и запекания. Она держит свою форму, не разваливается. Мы выращиваем коломба, уладар, джувелла и потом позже на хранение королева Анна. Один из самых лучших сортов, который хранится до весны. Очень хорошо хранится, но в употреблении его лучше январь-февраль начинать вот так. Сейчас он еще не очень вкусовые качества. А еще преимущество в том, что картофель, который поступает на прилавки рынка, проходит ветеринарно-санитарную экспертизу на органолептику, нитраты и радиацию с получением сертификата в последующем, что может гарантировать безопасность купленного продукта. Особое внимание уделяется нитратам, потому что этот овощ, который накапливает, особенно ранний картофель, накапливает нитраты. Поэтому нужно обязательно проверять. Картошка жареная, отварная пюре. Дальше. Картофель фриль, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, грибами с капустой и так далее. Картофельные оладьи, соус грибной, соус томатный, соус сметаны и так далее. Картофельный рулет, запеканка. Картофель тушеный с черносливом. Картофель тушеный с лауромом листом и с перцем. Традиционная белорусская кухня просто невозможна без картофеля. А первые кулинарные взаимодействия с многосторонним овощем начались в далеком 18 веке. Уже сейчас в Беларуси есть десятки оригинальных и вкусных блюд из этого овоща. И что важно, абсолютно на каждое найдется свой почитатель. Муж у меня любит картофель по-деревенски, чуть отварить и потом запечь. Дочь у нас любит пюре, а я люблю жареную картошечку. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУКТВ. Субтитры создавал DimaTorzok